Ребят, всем привет! С вами Димас, вы на канале Кукс Бразер Хукс. И сегодня у нас такой небольшой эксперимент пищевой. Будем экспериментировать на глутанатом натрия. Решили купить, попробовать. Во всех видео, особенно китайцы, очень используют, добавляют приправу химическую. И как бы улучшают вкус блюду. Мы решили тоже попробовать, а попробовать решили просто сварили обычный рис. Чуть маслица добавили буквально туда-сюда, чтобы он не так слипся. В принципе, рассыпчатый рисок у нас получился. И решили попробовать как бы на самом простом продукте, чтобы без всяких добавок, как изменится вкус блюда и стоит ли вообще эту химию добавлять куда-то. Для начала просто попробую сам его на вкус. Такие вот кристаллики интересные. Типа соль. Ну вот такая. Соль не соль, кристаллы обычные. Кто в школе учился, химию изучал, был на опытах, тот знает. Ну, так не очень, конечно, вкус. Слабенький-слабенький бульон сухой. Нежная курица такая. Вот даже овощной даже бульон, можно так сказать. Просто нет никакого. Ну, бульончик. При этом есть сильное слюноотделение. Очень сильное. Чувствуется на языке прям вот всё. Рот прям заполняет слюни. Как вот, когда вы хотите есть, видите еду, у вас начинается слюноотделение. В принципе, вот в этом фишка, наверное, работает. Где-то здесь у нас чайная ложка. Вот мы посыпем одну часть риса. Ну, не всю, вот где-то пол чайной ложки, а то, мне кажется, будет много. Сейчас перемешаем. Вот сейчас потает немножко. Даст, наверное, какой-то вкус. Растворится как бы в рисе. Сейчас пойду для чистоты эксперимента, просто запью водой, чтобы избавиться от этого послевкусия. Потому что слюноотделение происходит до сих пор. Как бы вот в этом, наверное, и фишка. Ну, сейчас вернусь. Ну, что, пробуем. Я вот промыл свои полусырца водичкой. Уже не так вкусно. Вкус чувствуется. Вот, естественно, начнём с обычного риса. Напомню, что добавили просто масло. Попробуем, что получилось. А больше всего рис, полусное блюдо. Пустой рис. Стандартный. Как бы любой рис сварить, попробовать. Ну, кроме там дикого и ещё. И вот сейчас пробуем с глютонатом нашим натрия. Как изменился вкус. Если что, мы ещё добавим. Если чуть не изменил, чтобы вот это всё остальное. Пол чайной ложки добавили. Пожалуйста. Сразу солёный. Он ещё не до конца растворился. Ну, в видео мы добавили много. Сразу есть вкус. Чуть солёность, чуть-чуть. Такая пряность присутствует. Какая-то необычная. Ну, присутствует вкус. Я не знаю, как он будет чувствоваться в блюде. В основном каком-нибудь. Где присутствуют уже специи, соль, там ещё подобные. Разные ингредиенты. Допустим, с мясом или с чем-то там ещё. Вся Азия, большинство, глютонат сыпет вообще везде. Во все острые, не острые. Не знаю, как если они там сыпят горсть перца, чили. И сыпят глютонат, как он там чувствуется. Просто, наверное, усиливает вкус. И усиливает слюноотделение. Из-за этого они, наверное, съедают большие порции. Рамёна своего, там подобных вот этих азиатских блюд. Вок и там подобное. Ну, реально. Вот я съел, сейчас мне ещё хочется как бы. Я не голодный. Наверное, стал рис с чем-то. Как будто добавили соль. Либо добавили там бульончик какой-нибудь. Вот этот порошок. Либо какие специи. Реально появился вкус. Вот даже простого риса вкуса нет. Ну, опять же, это химия. Стоит её, не стоит добавлять в еду. Но еду она как бы преображает. Вкус усиливает глютонат натрия. Пишите в комментариях, добавляете ли вы в еду такую приправу. Пользуйтесь обычными специями. Какие-нибудь соль, сахар. Там подобные. Для усиления вкуса. Если видео понравилось нашим гостям в нашем канале, обязательно подписывайтесь. Мы всегда рады вам. Всем удачи, поменьше в пище, химии. Берегите себя. Пока-пока.